Приветствую вас, Екатерина. Давайте разберем вопрос, который вы задаете, и постараемся найти на него ответ. В первую очередь, мне хочется сказать, что я чувствую некую зависимость от отношений ваших. Я чувствую, что вы достаточно сильно переживаете, и я не скрою, что хотел бы понять, по поводу чего конкретно вы переживаете. Словно говоря, если вы своего мужчину любите и хотите, чтобы человек был счастлив, то, наверное, стоит принять такое его решение. Связанное с тем, что он, судя по всему, просто, ну, если не испугался ответственности, то, по крайней мере, она его стала стягатить. И, к сожалению, это вполне нормальная история для молодых людей, которые, ну, вот, начинают жить вместе. То есть люди начинают жить вместе, они как-то вот сталкиваются с определенными трудностями, вот, которым, ну, не готовы оказываться. Итак, помогите, пожалуйста, советом, пишите вы. Екатерина, я вам сразу скажу, что психологи не занимаются советами. Психологи помогают человеку себе отобраться, но не советуют. Совет, это не совсем та история, которая может вам помочь. Встречались с молодым человеком два года. Неделю назад он меня бросил. Казалось-то, хочет побыть один без отношений, если его начало тянуть налево, что не хочет больше стараться для этих отношений, то ему надо что-то новое. Ну, это такое очень сложное событие, потому что сложно, потому что человек может сам не сам, не до конца себя понимать, не до конца. Надо понимать, что им движут, не до конца, отдавать себе отчет в этом, что им движут. И по большому счету это говорит о том, что именно вот между вами, и именно, именно между вами. Не было связи. То есть да, вы занимались какими-то совместными делами, вы занимались какими-то совместными проектами. Вот, все это, безусловно, было. Но, у него есть проблема в том, что отношения с, условно говоря, вами, начали как бы перерастать сами себя. Потому что акцент и упор в том, что вы пишете идет, к сожалению, на отношения, а не на человека. То есть отношения больше становятся обязанностью, что ли. Вот, соответственно, здесь и начинается тяга. Тяга налево и прочее, прочее. То есть именно такой вот духовной, личностной связи между вами не хватает. Почему не хватает? Вопрос интересный и, конечно, непонятный. Вот. Может быть, может быть, вы разные. Может быть, был какой-то конфликт. Может быть, вы, там, что-то, что-то еще. Но факт тот, что мужчина осталась категосить. Опять же, я не знаю, как вы устраивали отношения. Если вы изначально воспринимали друг друга как мужчина и женщина только, то не стоит удивляться в таком случае, что есть, ну, определенные проблемы в том, как, допустим, человек воспринимает вас. Потому что отсутствие как раз такие общие деятельности между людьми, ну, приравнивается к отсутствию общих интересов во время провольтения. Это и уют, это хорошо, но это не главное. Может быть, человек, в принципе, ответственности боится. То есть, может быть, человек, вот, ну, в принципе, не готов к серьезным отношениям. Такое, в общем, тоже вполне себе может быть. Дальше. До этого недели за две начал отдаляться, меньше писать, звонить или вообще делал это, только чтобы я не обижалась, как он сам потом сказал. Ну, а здесь очень интересный, на мой взгляд, момент про то, чтобы делать что-то, чтобы вы не обижались. Очень интересный момент, на мой взгляд. Почему вы, собственно говоря, можете обидеться? И как часто вы практикуете подобные позиции, если практикуете? Это очень важный момент, потому что, если вы обижаете, если вы обижаете, то это может быть серьезным деструктивным фактом. Ну, в отношениях. Дальше. Для меня это было неожиданно, так как отношения, ну, отношения у нас были хорошие. Ну, хорошее отношение, давайте, прямо хорошее отношение, это как? Это оценка отношений, это то, как вам видится отношение ваше. Вот. Вот. Но вы здесь сами с ДВО. Не осознавая, а обобщает. Идет именно обобщение. По факту. Вы говорите, у нас были хорошие отношения. У нас были. У кого у нас? así нам сюда немножко. Ваше отношение? Если нет. Как и в А Ваши отношения могут видеться хорошими. А В передачи ни Сэ- И вот. В Сэ- То есть, э то вот тут вот вы излишне полагаетесь, ну, на мой взгляд, излишне полагаетесь на себя. Все-таки, все-таки полагаться нужно не на себя, а на, ну, какую-то такую объективную реальность, да, вот, которая состоит из обратной связи вашего партнера и того, как он воспринимает вашу обратную связь. Дальше. Так, мы достаточно путешествовали, ничего не знаю, отлично проводили время вдвоем. Ну, опять же, как проводили время вдвоем? Нам было не скучно, я его во многом поддерживал, как могла. Ну, здесь вот уже есть ощущение, что вы можете человека спасать, можете, могли видеть человека. Слабым могли видеть человека, таким, каким он не хотел, чтобы его видели, или таким, каким он стыдится, быть. Вот, ну, я не знаю характер поддержки, но это может тоже быть деструкцией. То есть, именно, вот, поддержка такая, в ущерб человеку. Вы можете спросить, как это, поддержка в ущерб? Ну, это, как бы, такая более частная история. Дальше. Нам было уютно друг с другом. Ну, опять же, вот опять же, вы пишите, что нам было уютно друг с другом. Нам, вот, кому нам, знаете, то есть, как бы, есть вы, вы можете говорить только про себя, что вам было уютно. Только вам, Екатерина, вот, было уютно в отношениях. Это мы знаем наверняка, что вам было уютно. А вот было ли мужчине уютно? Это вопрос. И ваши слова не показались. Не потому что мы не верим, потому что вы не можете не знать. Дальше. У нас был неприятный разговор летом, когда он не знал, что чувствовал ко мне. Мы тогда чуть не разошлись, но после, за последующие полгода он сделал достаточно, чтобы я перестал сомневаться. Смотрите. Во-первых, вы тревожитесь. Это первое. То есть, имеет место быть у вас определенная тревожность. Тревожность по поводу, ну, например, его чувств. Тревожность, что отношения закончатся. Какие-то вот сомнения по данному вопросу. И важно понимать, с чем эти сомнения связаны. И как. Потому что сомнения, как правило, происходят из неуверенности в себе. И если мужчина, как вы говорите, достаточно сделал, чтобы вы не сомневались. И вот здесь идут. То здесь идут. Переложение. Ответственности. За. Свои. Чувства. Партнера. На своего партнера. Что. Не является. Чем-то. Хорош. Для вас. В. Чем-то. Что может. Мужчина. В. 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 от вас или тяготит. Сам этот человек чувствует, что по большому счету отношения зависит от него. Дальше. Я не понимаю, не понимаю почему так резко, но обычно так и происходит. То есть что это значит для вас резкость? Что я сделал не так? Ну почему вы считаете, что именно вы что-то сделали? Сделано не так. Да, то есть вы себя вините. И как бы винить себя человек тогда, когда он чувствует, что что-то теряет. Ощущение потери возникает тогда, когда человек с одной стороны считает, что есть принадлежность, с другой стороны, когда есть нуждаемость. Так, что я сделал не так? Сама ведь считаю удобрения отношения виноваты, ну не виноваты, а ответственные вы виноватите, это не очень хорошая история. Поэтому винить себя. Ну опять, да, какое правило вы себя иметь и увините. Зачем надо было расставаться, если он там сказал, что ему нравятся отношения, а не такие, как он и хотел. Ну это здесь идет перенос. Вы пытаетесь понять человека, вот, вы пытаетесь какие-то какие-то причины найти, вот. Хотя на самом деле вам просто тяжело не хотел свыкнуться вот с такой вот мыслью, что, ну, что человек просто не хочет с вами быть. Вот. И по большому счету это, ну, это его правило. Вы с вами. Или нибудь. Да, вот. Быть или нибудь. Но вы это достаточно вот тяжело перенесите. Вот. И из-за того, что вам это тяжело перенесут, то возникает вот такая неприятная история. Я имею ввиду, ну, я имею ввиду, что вот вам именно хочется понять человек. Вот. Так, такая вот тестера. Дальше. Да, я видел ему больную, но ответил на это, что подостановился всегда больной. Узнаем ошибки с ним потом. Ну, это, опять же, позиция. Жили мы вместе почти год до последнего времени. Она затянула рутина. Да, в последнее время она затянула рутина. У него работа с утра до вечера, плюс еще, помню, а так же, но до ночи мы находили время друг на друга. Опять же вы здесь говорите мысль. То есть вы ощущение, что вы вот стремитесь к слиянию. Вы почитаете, что такое слияние? Интернет. Подскажите, пожалуйста, неужели на этом все? Ну, не знаю, мы не предсказатели. Просто не могу верить меня. Само выбило из жизни уже как две недели. Я вроде стараюсь отлично, но у меня в голове не вкладывалось, что это все конец. А что это для вас значит? Я уехал и отобрал вещи больше. Мы не общались, да я сама боюсь его писать, боюсь его трогать. Почему? Можно ли вернуть отношения? Да, можно ли, если подкорректировать свое поведение и разобраться в себе. Значит, как мне поступить? Разобраться в себе. Для меня это все было первым. Родные люди говорят, переступи и забыть себя, обжигаясь. Первый раз я не могу, просто смогу. А что именно вы не можете? Что именно, вот конкретно, что вы не можете? Давайте с этим разберемся. Вы сейчас через тюрь мотивированы быть в отношениях. Это вам, ну, я думаю, не идет на пол. Такая вот чрезмерная, ну, чрезмерная мотивированность быть в отношениях. Так что лучше будет для вас, если вы в меньшей степени будете нуждаться в этом. Тогда увидите, как все изменится. На этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...